Вы смотрите программу «Губерния». И вот главные темы выпуска. В Иванове выявили группу лиц, которые за взятки помогали мигрантам получать патенты на работу и вид на жительство. Вода в реке черная, в ней массово гибнет рыба. Новый поворот в проблеме родников. В селах Биберево и Озерное отремонтируют проезжую часть и сделают уличное освещение. Опорную сеть региона привели в порядок. Теперь дело за дорогами к селам и деревням. Были просто помещения. И вот буквально за год, как оно превразилось, мы с вами видим. Современные станки, автоматизированное производство, новейшие технологии. Подробности в сюжете. Дом музея семьи Губновых приглашает всех на планету белой стрекозы. Так называется новая выставка авторских кукол. Шесть мастеров, одного из них уже нет живых, но в память остались куклы. Все подробности расскажет Юлия Семина. Парк Степанова готовится к летнему сезону. В этом году здесь продолжат укладывать плитку у входной группы, а также смонтируют новую линию освещения. Почти тысяча гимнасток из более 30 регионов. В Иванове стартовал международный турнир городов России и Республики Беларусь, а также всероссийские соревнования «Березка» по художественной гимнастике. От нашего региона участвуют только сильнейшие. Подробности в нашем репортаже. А также не пропустите. Госизмена. Задержали Ивановца, которого обвиняют в финансировании ВСУ. Суд отправил его под арест. Мостостроители проштрафовались на миллион семьсот, посчитала прокуратура. Изысканная погребальная атрибутика. Руку приложили холуйские художники. Об этом и не только совсем скоро. В прямом эфире с вами Владимир Еремин. Здравствуйте. Теперь об этих и других темах более подробно. Задержан Ивановец, которого обвиняют в финансировании вооруженных сил Украины. Суд заключил его под стражу на время следствия. Региональное управление ФСБ сообщает, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий был выявлен гражданин, который участвовал в сборе средств для покупки снаряжения вооруженным силам противника. Он переводил личные деньги на предназначенный для сбора банковский счет. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Ивановец был задержан и отправлен под арест. В дальнейшем ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет. Шестеро Ивановцев задержаны по подозрению в организации незаконной миграции. Двое из них – сотрудники паспортно-визового сервиса МВД России. В ходе оперативной работы сотрудники полиции ФСБ выявили группу граждан, которые незаконно помогали мигрантам легализовать свое нахождение в России. В криминальной схеме были задействованы руководитель и сотрудник Ивановского филиала паспортно-визового сервиса и еще четыре человека. По версии следствия, с января прошлого года по нынешний апрель они обеспечивали иностранцам успешное прохождение тестирования по русскому языку истории основан законодательства. При этом начальника паспортной службы подозревают еще и в получении взятки за создание условий для беспрепятственного приема документов и сдачи экзамена. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Сейчас они находятся в ИВС. А сейчас к другим темам. Жители родников продолжают бить тревогу. Вода в реке не просто черная, в ней массово гибнет рыба. Детали у Дарьи Костиной. Кажется, в родниках и пабликах только и говорят о воде и так не один месяц. Мы рассказывали и показывали местную реку. Она черно-синяя, с пеной имеет неприятный запах. Жители уверены, виноваты текстильная фабрика «Унтекс» и очистные сооружения индустриального парка, куда в промышленную канализацию сбрасываются сточные воды. Система давно устарела, на трубопроводах часто случаются аварии. В администрации района предлагали три направления решения проблемы. Строительство напорной канализации, реконструкцию локальных и биологических очистных. К проблеме подключались Следственный комитет, прокуратура, Народный фронт. Об экологической катастрофе в родниках рассказывали и федеральные каналы. И снова новости. Начало апреля. Замечен мор рыбы. Сегодня 4 апреля 2024 год. Приехала на Шевридинское водохранилище. Очень много рыбешек валяется. Мертвые. Вот здесь уже сошла вода. И что осталось? Слов просто нет. Одни эмоции остаются. Вон и рыба. Их и нижнюю. Сколько тут. Все траванули. Вон она прямо пачками. Раньше такого не было. Вот 38 лет жилу здесь. Нынче будет 39. Вот в апреля. Санимался рыболовством всю жизнь. Ну для себя. Не было такого. Вот ничего. Первый раз я вот видел, что... Такая... Как можно сказать, что... Черная краска просто. Вот это, друзья мои. Вот это живые дома. И погнали. Да. Прямо напротив живых домов все сливают на... Давайте покажу вам и черный. Краска черная. Крова черная. Вот смотрите. Местные власти надеются на новые очистные. В прошлом году областное правительство выдало району субсидию в 740 миллионов рублей. Тогда и начали реконструкцию локальных очистных сооружений индустриального парка. Они еще строятся. Меж тем цветная вода появляется не только в реках, но и в раковинах родниковцев. Массовые жалобы поступали с улиц Гагарина, Любимого, Техническая. В январе 2024 года эти улицы временно были переведены на водоснабжение от подземных источников ЗАО «Родниковский машиностроительный завод» из-за ухудшения качества воды на Шевригинском водохранилище. Сейчас ситуация нормализовалась. Последние проведенные анализы показали, вода соответствует требованиям СанПИН. Поэтому было принято решение переключить данные микрорайоны на постоянный источник водоснабжения. Как ответили в администрации, сейчас вода соответствует всем нормам. Неестественный оттенок был только в течение одного дня после переключения. Дарья Костина, телекомпания «Барс». Утром в пятницу появились сообщения о том, что в районе Юревца на льдине дрейфуют три десятка рыбаков. Однако в МЧС информацию не подтвердили. По данным ведомства, в районе Дока произошла подвижка льда без отрыва припая от берега. Рыбаки, занимающиеся подлёдным ловом, ближе к фарватеру, вышли на берег самостоятельно. Теперь их ждёт административная ответственность за нарушение запрета выхода на лёд. Новый мост в Холуи не сдали в срок. Руководителю строительной организации назначили штраф в миллион семьсот тысяч рублей. Прокуратура Южского района установила, что Департамент дорожного хозяйства и ООО «Мосты и тоннели» в октябре 2021 года заключили контракт на строительство моста, переправы через реку Теза. Однако до 20 ноября 2023 года весь объём работ подрядчик не выполнил. Оставалось обустроить дорожное полотно со стороны пятой опоры с выездом на автодорогу. В отношении директора строительной организации возбудили административное дело. За неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, назначили штраф в миллион семьсот тысяч рублей. Постановление пока в законную силу не вступило. Автомобильное движение по мосту открыли в декабре 2023 года. Оставшиеся работы, в том числе оборудование, линии освещения и благоустройство сквера, перенесли на этот год. Тем временем Холуй медленно погружается в воду. По данным МЧС, на день пятницы затоплено 14 садов и огородов жителей райцентра. На этот момент речи об эвакуации населения не шла, но и вода пока уходить не собирается. Угрозы подтопления социальным объектам и объектам экономики не было. Новую дорогу и освещение получат в этом году жители сёл Биберево и Озёрное в Ивановском районе. Селяне говорят, что трассу не ремонтировали около 20 лет. О том, когда начнутся работы и о других планах дорожников, расскажем в следующем репортаже. От села Биберево на Фурмановской трассе до оздоровительного лагеря Брёзовой рощи 8,5 километров. Большая часть этой дороги в ямах и заплатках. А ведь именно по ней каждые три недели сотни детей везут на отдых и обратно. В течение года это больше 4 тысяч отдыхают детей. И очень обидно, когда едут дети по таким дорогам, когда огромные ямы. И у нас, ну вот на моей памяти я 23 год работаю, 18 лет, наверное, не ремонтировали дороги, только ямочный ремонт. На этой же дороге крупное село Озёрное, около тысячи жителей. Они не один год обращались к властям с просьбой привести в порядок проезжую часть и обезопасить селян. Также люди постоянно обращаются по поводу того, что тротуаров у нас нет и небезопасно. Особенно в зимний период с Собочины никуда не деться. Для безопасности людей просили также организовать тротуары. В этом году, говорит глава поселения, их ждал приятный сюрприз. Еще в декабре обещали ямочный ремонт. А теперь речь идет о капитальном. Их даже подрядчика уже нашли. Государственный контракт на ремонт участка автомобильной дороги Биберево-Березовая роща общей протяженностью 8,5 километров заключен в марте со сроком реализации августа текущего года. В рамках данного контракта предусмотрен ремонт покрытия автомобильной дороги всей протяженности, строительство тротуаров в Озерном. Тротуар проложат с одной стороны дороги, обновят остановочные павильоны, а еще поменяют уличное освещение и столбы, и светильники. А в Бибереве его смонтируют с нуля. Сейчас участок дороги, разделяющий это село, совсем не освещен. Напомним, начиная с 2018 года в Ивановской области по поручению губернатора приводили в порядок магистрали, соединяющие райцентры с Ивановым и между собой, так называемую опорную сеть региона. Сейчас руки дошли до менее значимых трасс. Всего в 2024 году будет отремонтировано более 122 километров областных дорог. Работы будут вестись по двум направлениям. Во-первых, поддержание в нормативном состоянии опорной региональной сети. Во-вторых, ремонт дорог до малых и отдаленных сельских населенных пунктов. Татьяна Прокопенко, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Вот о чем расскажем далее. Дом музея семьи Губновых приглашает всех на планету белой стрекозы. Так называется новая выставка авторских кукол. Шесть мастеров, одного из них уже нет живых, но в память остались куклы. Все подробности расскажет Юлия Семина. Почти тысяча гимнасток из более 30 регионов. В Иванове стартовал международный турнир городов России и Республики Беларусь. А также всероссийские соревнования «Березка» по художественной гимнастике. От нашего региона участвуют только сильнейшие. Подробности в нашем репортаже. Интеркомтелл в вашем телефоне. Скачайте приложение и оплачивайте услуги онлайн. Общайтесь со специалистами компании в удобном чате. Быстро, надежно и безопасно. В Ивановском районе ГОТ работает компания по производству мебели для сладких снов. Выпускают кровати, диваны, матрасы и комплектующие для них. В прошлом году было реализовано продукции на сумму около 2 миллиардов рублей. Репортаж Ирины Афониной. Группа компании «Сонум» производит кровати, диваны и все для сна 11 лет. Год назад новая производственная площадка появилась в Ивановском районе, на территории которой известна как «Тиксельмакс». Удалось найти инвестора, который зашел сюда и активно развивает эту площадку. Сейчас плюс к тому же это 100 рабочих мест уже сейчас. И предприятие планирует расширяться. Мы сопровождаем инвестиционный проект. Наша задача – главное – ускорить прохождение всех необходимых документов. До 2023 года здесь, на территории, был другой вид разрешенного использования. Необходимо было перевести площадку в производственную. И буквально за год произошло преображение. В этом корпусе производят кроватные основания. Станки в основном зарубежные. Мы находимся с вами в начале технологического процесса. Вы наблюдаете лазерный труборез, который лучом лазера кроит, разрезает профильную трубу, которая является основой кроватного основания. В сети 82 технологических отверстия, которые необходимы для того, чтобы собрать это кроватное основание, снабдить его латодержателями, ламылями и так далее, делается именно на этой линии. Далее формируется спальное место. В конечном итоге готовый металлический каркас. Отметим, при выборе кровати, к примеру, потребители обращают внимание на матрас. Однако не менее важный элемент комфорта – именно основание. Качественное основание – это отсутствие скрипа кровати, ортопедический эффект. Диваны у нас непростые. Это диваны, заточенные под сон на каждый день. Это участок, где изготавливают пружинные блоки. Проволка поступает нам в розеток. Данная проволока устанавливается в размозочную станцию, после чего она попадает в 120-ю машину пружинную авиачную. Параметры пружины задаются программой в зависимости от размеров матраса. Изготавливают независимые пружинные блоки на автоматических линиях. На сегодняшний день мы год от года прирастаем на 30%. Мы прирастаем, в первую очередь, конечно, в продажах. То есть на сегодняшний день у нас 32 магазина собственных розничной сети по России и также 60 магазинов партнерских, которые находятся и в России, и в ближайшем СНГ. Год назад, отметил глава Ивановского района, здесь ничего не было. А сегодня предприятие с новейшим оборудованием. И признался, что сильно переживали из-за пустующих площадей. Кстати, фирма активно развивается, прирастает площадями и цехами. На данный момент есть потребность не только в квалифицированных рабочих кадрах, но и в специалистов с высшим образованием. Впрочем, при приеме на работу новички проходят обучение. Ирина Афонина, Максим Шишкин, телекомпания «Барс». Только посмотрите, вот такой гроб, расписанный холлуйскими художниками, продается в московском ритуальном агентстве. На лаковой крышке красуется сказочная жар-птица, символ возрождения. По легенде, она восстает из пепла каждую весну. Владелец агентства Олег Шилягов рассказал, в коллективе ходит шутка, что это самая большая холлуйская шкатулка в мире. Кстати, семья Шиляговых крепко связана с Холлоем. У супругов там дом, где они часто бывают. Жена ритуального магната Виктория является общественным активистом в селе. Проводит яркие кампании по развитию культуры и благоустройства. Впрочем, интернет-пользователи интересуют, сколько же стоит такая новинка на ритуальном рынке. Миллионы четыре, как новый Ситроен из Калуги. Одна из шуток в соцсетях «Барса». Впрочем, житель Подмосковья уже положил глаз на необычный гроб и взял неделю на подумать. Парк Степаново в Иванове традиционно готовится к летнему сезону. В прошлом году на благоустройство там потратили более 6 миллионов рублей. В этом году продолжат укладывать плитку входа, а также смонтируют новую линию освещения. Подробнее в репортаже Марины Зениной. Парк имени Степаново меняется на глазах. Готовится к столетию, которое будут отмечать в 2025 году. Этот летний сезон он встретит обновленным. В прошлом году здесь провели масштабные работы. Появились дополнительные пешеходные дорожки, сделали новую полосу препятствий, не уникальную для нашего города. Провели ремонт входной группы. И мы видим, что парк Степаново развивается, и все больше людей приходит здесь проводить свое время. Возобновят работу 14 аттракционов. Они прошли техническое освидетельствование. Минус один зимой из-за снега просела крыша автодрома. Сейчас аттракцион полностью демонтирован. Новую жизнь вдохнули в скейт-парк. После ремонта список трюков у подростков значительно расширился. Катаюсь с 2020 года. Конечно, раньше фонера была похуже. Сейчас получше, трюки легче делать намного. Рядом со скейт-парком – воркаут-зона и полоса препятствий. Элементы установили только осенью прошлого года. Этот сезон будет для площадки первым. Разрабатывали их совместно с Федерацией бега с препятствиями. А здесь можно отдохнуть от суеты в тени деревьев. Уголок тишины также оборудовали в прошлом году. Между лавками установлена копия настоящего пограничного столба и флагшток. На этот год у нас уже планы – это продолжить входную группу оформлением плитки. Ну и с энергообеспечением работать, потому что здесь освещение планируется. И вот сейчас будем думать насчет каких-то элементов при входной группе. Всего на благоустройство парка из городского бюджета выделят 1 миллион 600 тысяч рублей. Здесь также продолжат работать детский городок, лодочная станция, роллер-дром, два кафе и шесть торговых домиков. Более 60 работ. Шесть мастеров. Одной из них уже нет в живых. Но память осталась. Остались куклы. Погрузиться в атмосферу чуда, сказки, волшебства можно в музее дома семьи Бубновых. На открытии выставки «Планеты белой стрекозы» побывала и наша съемочная группа. Подробности далее. Однажды ты можешь попасть в сказку. На самом деле сказки живут повсюду. Просто мы не видим их. Такое описание подобрала Марина Лосакова для своей куклы. Девушка-сказка. Одна из любимых работ автора. Трудилась над ней полтора месяца. Говорит, самое сложное – делать лицо, добиться нужного выражения. От этого потом все будет зависеть. И иногда случается так, что уже лицо готово, уже оно готово к покраске, а я вижу, что что-то не отзывается она мне. Поэтому приходится все смывать и переделывать. Пока не улыбнется она мне, пока не заглянется в мою душу и скажет, вот и я, ты угадала. Вот тогда уже, значит, можно продолжать делать куклы дальше. Так что для меня это очень долгий процесс. Своих кукол делает из ваты, пластика и ткани. Но самый любимый материал за последнее время – папье-маше. Из него сделаны и вот эти куклы. Это самые недавние работы Марины Лосаковой. Всего на выставке представлены персонажа шесть мастеров. Яркие, очень разные по технике исполнения куклы Лилии Ражевой. Вот, например, белая стрекоза. Кукле уже 12 лет. Это белая стрекоза. Я ее делала на первую самую выставку. Это было в 2012 году. Я эту выставку делала одна, первую. То есть я съездила на выставку Владимира и думаю, почему у нас такой выставки нет. И вот я ее тогда решила, тоже придумывала, как мне назвать. Очень долго думала. И вот у меня пришла такая идея сделать белую стрекозу. То есть это как бы не человек, не стрекоза. Ну, каждый человек может много придумать сам про нее, почему она такая. Еще один мастер – Андрей Дергунов. Его персонажи гротескные и всегда нарядные. Вот работа под названием «После бала», а рядом – кутюрье. Неподалеку поэтичные, глубокие по смыслу и мастерски исполненные куклы Лады Федотовой. Шестой мастер – Валентина Марычева. К сожалению, ушла из жизни два года назад. Но в память о ней остались куклы. Человека нет, а куклы живут. И пусть они живут, пусть они делятся тем хорошим, что было. Пусть они хранят память о мастере. «Планета белой стрекозы» – название выставки звучит масштабно. Но все наоборот. Авторы говорят, это маленький, уютный мир, который живет по своим законам. Персонажи разных эпох, историй и легенд. И каждому из них есть место в музее Бубновых. Куклы сопровождают нас с самого раннего детства и до глубокой старости. У каждого из нас была какая-то любимая кукла. Игрушка, будь то мишка, у кого-то собачка, у кого-то просто кукла. Но все это наша кукла, которая нас оберегала, которая нас охраняла. И даже укладывая ребенка спать, мы всегда клали рядом с ним любимую его какую-то игрушку, куклу. Поэтому я полагаю, что эта выставка принесет просто в ваши души какой-то солнечный цвет. Авторские куклы – единственные в своем роде. Каждая уникальна. Составляется мастером вручную. Посетить планету «Белой стрекозы» в музее Бубновых можно будет до марта 2025 года. Приходите погрузиться в волшебный мир сказки и вы. Юлия Семина, Денис Железов, телекомпания «Барс». В минувший четверг в Иванове стартовали всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Березка». Посвящены они блокаднице Зинаиде Матвеевой. Как и в прошлом году, в турнире приняли участие сильнейшие спортсменки из Республики Беларусь. Подробности с парада «Открытие» в нашем репортаже. Талант, грация и красота. На несколько дней школьный спортивный зал распахнул двери для спортсменок по художественной гимнастике со всей страны. Турнир пройдет по четырем направлениям. Работа с обручем, лентой, мячом и булавами. Гости из Челябинска с первых минут смогли оценить приятный прием и сразу рассчитывать на победу. Мы рассчитываем на хорошее выступление. Оценки места нам не важны. География участников соревнований обширна. На ковер выйдут более 900 гимнасток из более чем 30 регионов страны. Впереди их ждут состязания в командном и личном зачетах. Юные гимнастки покажут мастерство во всех возрастных категориях и выполнят нормативы от третьего юношеского разряда до мастера спорта. Как и в прошлом году, соревнования посвятили памяти Зинаиды Михайловны Матвеевой, родоначальнице художественной гимнастики Ивановской области. Ушла она от нас 95 лет, но, как вы можете видеть в зале, она всегда с нами. И удивительно, баннер таким образом у нас получился, что в какое бы место вы ни прошли, в какой бы точке вы ни стояли в зале, она всегда вас будет видеть и контролировать. Организаторы не скрывают, в Иваново традиционно приезжают огромное количество гимнасток. К сожалению, возможности школьного спортивного зала ограничены. Желающих приехать на соревнования в два, а то и три раза больше. Многим отказывают. Впрочем, у команды из Братской Республики всегда счастливый билет. Второй раз в наш город приехала мама белорусской художественной гимнастики Ирина Липарская. Известный на родине тренер, воспитала не одно поколение знаменитых спортсменок и создала систему завоевания медалей, которая успешно работает почти 30 лет. Хорошую команду привезли. Ведущие наши гимнастки сейчас выступают на международных соревнованиях в Болгарии. Групповое упражнение и остальные личницы приехали к вам. На соревнованиях широко будет представлена и наша Ивановская школа художественной гимнастики. В день открытия многим из них вручили награды, дипломы за лучшее сочинение на тему Великой Отечественной войны. Патриотическое воспитание молодежи, отметили участники, играет сейчас особую роль. Сочетание как раз спорта и патриотической работы – это, наверное, такая особенность нашего города. И огромное спасибо нашим тренерским составам, Ирине Александровне Ченышковой, которая является вдохновителем этих соревнований. Я думаю, что это даст новый импульс развитию и спорта в нашем городе, и развития интереса к теме истории нашего Отечества. Владимир Еремин, Григорий Матьянов, телекомпания «Барс». И в заключении выпуска, как обычно, о погоде. Я расскажу, какие температуры обещают синоптики на ближайшие сутки. Уни-дом. Счастье в каждый дом. Просто приходи в Уни-дом с 1 по 14 апреля и забирай любые товары из пластика по оптовой цене. С Уни-домом экономить легко. В субботу в нашем регионе нас ждет облачное с прояснениями погода. Температура воздуха днем плюс 3-5 градуса. Ветер юго-восточный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 48%. По прогнозам синоптиков, в последний день недели немного потеплеет. Временами возможны осадки. Текстиль на дачу. Теплица в придачу. Дачный сезон в текстильном центре Рио. Дарим 100 тысяч рублей теплицу и другие ценные призы своим покупателям. Чем больше чеков, тем богаче урожай. Сразу после новостей смотрите объявления в городской хронике. Если у вас есть тема для репортажа, интересное видео или замечание, пишите нам на сайте Иванова Ньюс в разделе «Контакты» или в группы «Барса» в соцсетях «ВКонтакте» или «Одноклассники». Также обращайтесь в мессенджеры, телеграм, вайбер, ватсап по номеру, который видите на экране. Или звоните по нему. На этом наш выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова